Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». В студии работает Олег Соловьёв. О событиях нашего города и не только расскажем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Я раскаюсь и подобное предобещание совершать. Это не я. Пуля браконьера оборвала жизнь невинного животного. Победа далась легко, потому что сыграла наша собранность, то, что мы тренируемся дольше девочек. Десногорские команды одержали блестящую победу на чемпионате школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Мне понравилось, как мы ползали под колокольчиком. Таинственные святки-колядки для детей проходят экскурсии по древним обычаям. Россию ожидает первый за последние 8 лет рекорд торгового баланса, пишет французская деловая газета Le Zéco. Напомним, положительное сальдо торгового баланса – это превышение экспорта над импортом. То есть, в данном случае, наша страна продает другим странам больше, чем приобретает сама. Итак, положительное сальдо российского торгового баланса за январь-ноябрь 2018 года составило более 190 миллиардов долларов. По прогнозу специалистов, предыдущий рекорд в размере 198 миллиардов долларов, который Россия поставила в 2011 году, скорее всего, будет побит. За 11 месяцев прошлого года объем российской торговли составил более 625 миллиардов долларов, а российский экспорт – 410 миллиардов долларов. Более 60% экспорта пришлось на энергоносители. Ранее, в январе, опрошенные эксперты указали на хорошие макроэкономические показатели России, положительный торговый баланс и профицит федерального бюджета. По их словам, это свидетельствует о том, что страна подготовилась к новым санкциям и усилению изоляции, и теперь почти не зависит от внешних заимствований. Работа новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами Смоленской области прошла боевое крещение. Именно в новогодние праздники фиксируется повышенное образование коммунальных отходов. Напомним, с 1 января сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов обеспечивается компанией спецавтохозяйства. Отсутствие полной информации о нахождении контейнерных площадок, сложные погодные условия и стихийная парковка автомобилей во дворах усложняли выполнение задачи, а где-то не обошлось без саботажа. С 29-30 декабря многие нерадивые перевозчики прекратили исполнение своих обязанностей по вывозу отходов. И как результат, более 500 жалоб на горячую линию о переполненных мусором контейнерах и стихийных свалках. Отмечается, что проблемы с мусором возникли во всех регионах, в которых реализуется мусорная реформа. На совещании глава региона предупредил своего заместителя и начальника областного департамента по природным ресурсам об ответственности за срыв работы. При этом Смоленская область, по оценкам Министерства природных ресурсов, находится в благополучной зеленой зоне. В целях оперативного решения вопросов, связанных с вывозом мусора, работа горячей линии продлена. В Смоленской области сотрудники полиции раскрыли факт незаконной охоты. Подробности смотрите в сюжете. Простор Новодугинского района Смоленской области. Прекрасная и естественная среда для обитания диких животных, птиц и редких растений. Но звук выстрела глубоко в чаще леса привлек внимание охотоведа и егеря. Обходя территорию, сотрудники обратили внимание на человека, который выходил из лесного массива. Позже выяснится. Это 38-летний местный житель с ружьем на перевес. Попытка скрыться бегством не удалась. Охотовед и егерь задержали незнакомца до прибытия полиции. Мужчина отрицал свою вину и не планировал сознаваться в злодеянии. Но благодаря полиции картина преступления полностью прояснилась. В ходе обследования охотничьего хозяйства сотрудники полиции установили место отстрела дикого животного. Из туши изъята пуля. Вещественные доказательства направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Смоленской области. Результаты проведенного исследования показали, что отстрел был произведен из ружья, принадлежащего задержанному мужчине. Жертвой браконьера стал порнокопытный житель леса, благородный олень. Своим действием мужчина нанес вред охотхозяйству на сумму 455 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Олег Соловьев, Светлана Разганова, Десна ТВ. Сотрудник Доргобургского предприятия выращивал марихуану на рабочем месте. При проведении обыска в личных вещах подозреваемого полицейские обнаружили сверток с измельченным растением. Они установили, что мужчина имеет в собственности несколько гаражей. В одном из них стражи порядка обнаружили свыше 42 граммов марихуаны, в другом – почти 2 килограмма наркотика. Как пояснил задержанный, он собирал, засушивал и хранил запрещенные растения для личного потребления. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сохранение тишины и спокойствия в ночное время в жилых домах – это обязанность всех жителей, и ее нужно соблюдать. 15 января административная комиссия Десногорска рассмотрела 10 протоколов о нарушениях установленного порядка. Комиссия постановила назначить штрафы от 1 до 3 тысяч рублей по каждому случаю. Напомним, раскошелиться придется любителям пошуметь с 10 часов вечера до 6 часов утра. В физкультурно-оздоровительном комплексе Десна состоялся региональный этап игр школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Десногорская команда девушек одержала безоговорочную победу над командой соперниц. В соревнованиях приняли участие команды из пяти районов – Десногорска, Рославля, Починка, Ельни и Шумячи. Турнир открылся встрече баскетболисток из Десногорска и Починка. Десногорские спортсменки уверенно начали матч и вышли в лидеры уже с первого периода. Второй период закончился со счетом 2-13 в пользу команды из Десногорска. Команда соперниц из Починка продемонстрировала хороший уровень игры, но не смогла оказать достойного сопротивления. Капитан команды-победительниц поделилась впечатлением от игры. Победа далась легко, потому что сыграла наша собранность, то, что мы тренируемся дольше девочек, с которыми мы играли. Из минусов то, что игра была первая, мы с утра еще только разогревались, поэтому отрыв был не особо большой. Подведены итоги дивизионного этапа школьно-баскетбольной лиги «Кэсбаскет» с сезона 2018-2019. Десногорская команда по-прежнему лидирует и считается одной из сильнейших. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Страшные, а не страшные многодневные святки начались в России. На этой неделе в историко-кровеческом музее Десногорских воспитанников детских садов и школ познакомились с многовековыми традициями. Святочная неделя продолжается по всей стране. Это период между двумя большими праздниками – Рождеством и Крещением. Именно в эти дни и издавна на Руси красные девицы и добрые молодцы гадали и каледовали. Десногорские ребята посетили историко-кровеческий музей и тоже заглянули в свое будущее. Они гадали по старинной книге, загадывали желания перед старинным колокольчиком и с нетерпением ждали, сбудется оно или нет. Узнать о предстоящих событиях маленькие гости музея могли, выбрав один из спрятанных сосудов. На дне перышка жди новостей, пуговица – прибавление в семье, появится брат или сестра, ключик к переезду, колокольчик к радости. Мальчишки играли в калечину-малечину, кто дольше продержит волшебный посох в ладони, тот и выиграл, но никто не хотел уступать. Девочки выбирали веник по нраву и пытались угадать внешность и характер будущего жениха. И несмотря на столь юный возраст участниц и желающих погадать на суженого, образовалась очередь. Мне понравилось, как мы выбирали себе мужчин, потому что он был очень веселый. Мне понравилось, как мы выбирали себе мужа. И у меня попался муж, который будет носить меня на руках, и сильный, и он будет очень добрым. После того, как все участники святок в красках обрисовали свое будущее, ведущие зажгли свечу, и все ребята попрощались со своими страхами. Кто-то простился с Бабой-ягой, кто-то с привидением, а кто-то не рискнул озвучить свой страх, но мысленно тоже его отпустил. Ребята ушли в хорошем настроении, довольны предсказаниями и веселыми играми. Мне понравилось, как мы ползали под колокольчиком, ну, потому что мне так нравилось. Я умею ползать так, как солдат. Маленький сладкий подарок унес с собой каждый гость святок-колядок. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. 20 января в средней школе номер 4 города Десногорска состоится отборочный тур инженерной олимпиады. Он организован национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ и концерном Росэнергатом. Олимпиада проводится для школьников 9-11 классов по физике. Задания не выходят за рамки школьного курса физики, но имеют ярко выраженный инженерный характер. Во многих задачах рассматриваются принципы работы тех или иных инженерных систем по принципу «А как это работает?». Теперь о погоде. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Сильный ветер, гололедица и метели ожидаются в регионе. Ночь с четверга на пятницу в Десногорске ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. 18 января в пятницу температура воздуха составит 1-2 градуса выше нуля. Такая же температура сохранится и в ночные часы. На сегодня это все новости. Все самое актуальное смотрите на нашем телеканале и на сайте disnadefistv.ru С вами был Олег Соловьев. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok